аризона роли play тут что-то еще надо объяснять вся информация в описании это реакция опять-таки на реваза потому что как я понял и вас он вам понравился или нет или да я не знаю давайте приступим ролик называется как улучшить экономику на аризона рп в gta сам давайте же узнаем как нам улучшить экономику на аризон рп в gta сам всем привет и здорово и вас и вас и вас и данного видеоролика я думаю вы уже поняли то что речь пойдет о том как улучшить экономику как же это сделать как мы сидим ждем думаем как на проекте аризона рп ну как что сделать предложение по улучшению так давай и думаю многие из вас в общем давайте не будем тянуть давай не будем тянуть приятного просмотра спасибо большое как я думаю ребята вы знаете экономика на этом проекте ну не совсем как бы хорошая отличная экономика я не знаю чем где только мне очень нравится если допустим у тебя есть целая сотня миллионов то это ну так скажем уже здесь такие обычные ну не особо большие деньги даже ребята если у вас что на этом проекте это не думал да там будете в ком-то топе богатых игроков почему зачем в этом топе главное покупать на этом проекте все хуже и хуже потому что количество вертов вводимых на этот сервак гораздо больше чем количество вертов которые выводятся заходит логично на вот ва панель раздел давай истика денег и вот давайте смотрим за сегодня ребята на данный сервак пришел целый миллиард и давайте теперь посмотрим сколько из этого сервака ушло сколько сколько шел миллиард а ушло всего лишь 270 миллионов то есть миллионов прибавились на этом серваке я теперь ребята давайте сразу перейдем к делу и поговорим касаемо того чтобы я предпринял чтобы чтобы улучшить экономику на что что сделать первое ребята чтобы я бы сделал блин вот бы мне тоже админку на и зоне дали это было просто убрал бы систему промокодов я думаю это что на этом проекте создав свой промокод зазывая людей его вводить но вот опять-таки промокоды они же немного дают ну сколько там я не знаю 1600 наверно да и он сам сказал что для аризона это очень мало типа можно зарабатывать очень большое количество законов допустим ребята у меня здесь есть промокод решеточка реваз у меня очень много активаций из каждого человека которых три тысячи донатит в эту игру я получаю очень большой процент с его то есть доната в виде азы коинов мне это все при да жалко кстати для ютуберов вот это вот все вывести нельзя реферальные момент монеты на киви кошелек это ребята очень жесткий буст и очень много закона все эти промокоды вот приносят если это логично данную систему я бы наверное просто уменьшил бы ее проценты с пяти до двух либо трех потому что как считаю тогда потеряет смысл тогда лучше вообще пять процентов это реально довольно-таки много очень большое количество закона вот мне капает мне вот суммарно за вот эти вот два года накапало ну больше трех миллионов закона я как бы постепенно тратил купил себе даже бизнес люкс автосалон у меня еще на аккаунте вот есть целых 700 плюс тысяч азы коинов ну и в принципе трат я делаю только у тебя буду что ютубер ел на этом серваке него там вообще у него ну ёбнутый в плане то что регистрируются на него много она меня мало на их зону рули play феникс айпи описание и систему промокодов его полностью убрать либо оставить но при этом понизить проценты 2 ребят систему промокодов ну кстати да можно потому что типа отслеживают эффективность от ютуберов по воду никнеймов можно можно я сделал я бы убрал ребята просто к чертям собачьим все вот этот бар и которые только есть чтобы его понимали есть такой бизнес в котором я вот и владею это бар в этих ребят я ему владею но в целом да нужно играть такую группу под названием орел-решка вообще ребят как вы думаете нормально ли то то что в бизнесе в бизнесе может быть вот такая вот прибыль вот за вчера вот накапало 72 миллиона а сегодня вот уже накапало 20 миллионов то есть это реально очень много я просто понизил процент денег которые идут в микрофон 34 вставки владельцы данных баров малой элементарный бар на открытии и ты уже просто обеспечен навсегда денег капает очень много такими просто темпами можно реально вот раскупить все что только если можно и и вообще то есть хер не дуть деньги будут всегда поймем ребята база чем у него дуть промокода третье чтобы я сделал чтобы ты сделал последнего обновления добавили короче новые копты что вы понимали наша семья вот уже ну практически вот взяла полностью все где-то вот осталось еще одну территорию т.л.в. забрать и будет фулка но суть ребята не в этом просто автоматом капают денежки и на этом как бы все мне самостоятельно 9 9 9 9 9 приятно то что мне вот капают такие деньги типа каждой день я там фармлю по 150 миллионов плюс но мне нравится то то что это реально пагубно отражается на экономике и их никуда трясть уже и что я бы сделал в данной той ситуации как минимум в два раза я бы уменьшил количество денег приходимых с территории за 24 часа если сейчас приходит около 1 миллиона это какие-то уже блять системы аризоновские пошли вообще не знаю чем до 500 до 300 тысяч вид ну потому что лям с территории очень много и на это стоит обратить внимание насколько я знаю в гетто а чё он делает с этими деньгами он их в казино сливает или что с ними делать там теперь тоже вот геттовцы фармят деньги им там тоже вот территории теперь капает дохера бабок там ребята я сделал бы тоже самое также уменьшил бы приходимый весь да надо не уменьшить то что уже есть а делать слив вертов более настоящий там как-то казино расширить чтобы не между игроками вся эта хуйня была какие-то там вот эти вот все игры с ботами где деньги уходят именно в сервак самый но потому что он теперь я бы сделал так потому что типа но это логично ромально каждый потому что в казино ходят все и они просто обмениваются этим виртуальными деньгами полный пиздец полная хуйня а надо чтобы они в сервак уходили я думаю вы с этим принципе согласны переходим далее довольно часто ребята на каждом серваке на аризоне какие-то не знаю там мажоры по какой-то тупости улетают в бан ага их то есть дорогое имущество далее слетает в гос логично дел бы на месте самих администраторов я бы все ребята это имущество у игроков бы отбирал то есть да ахуеть блять вот он коммунист блять или вас чтобы она не сыграть облик которые нахуй вот это вот пиздец отнимали его на аукцион на форуме что аукцион на вот он коммуняк это блять вот нашли коммунисты на аукцион данную недвижимость на форуме мы сможем очень много денег вывести сервака то есть мажоры этого сервака залетят и благодаря этому он он раскулачивание пошло очень много денег слить то есть сервака вот допустим сейчас давайте вот зайдем вот на форум на давай юма недавно на феникс давай феникс лучший сервак нашими серваке забанили человека у которого был особняк мы долго самый то есть дорогой особняк который только есть в этой игре заходим вот в недвижимость и давайте вот фига это подгружать сейчас на их зоне так темы смотрим мы уже на аукцион и данный ребята особняк что вы понимали его продали продали на аукционе за двадцать миллиардов это ребята не шутка данная особняк кама монополии вода не монополии реально продали вот за двадцать миллиардов вот аукцион лот номер 29 дом медога двести восьмой вот то есть наш главный админ пишет победитель со ставкой вот двадцать миллиардов а теперь ребят давайте возьмем другую сторону предположим если бы данный дом бы реально бы слили в гос какой-нибудь бы игрок словил бы этот дом за всего лишь 300 тысяч и чтобы он далее бы сделал бы да ничего в принципе он либо его продал бы за реал в принципе это бывает потому что 90 процентов всех людей которые очень хорошо ловят данное имущество они потом просто идут и продают за реальные деньги в нормальной осуждать уже плохая чем просто держит данную недвижимость у себя а я смерти это взять и то есть недвижимость забрать и выставить на аукцион забрать вот он ведь забирать вести деньги сервака то есть вот эти вот так чувак купил и муж обидно бы что у него забрали вот эти коммунисты 20 миллиардов которые заплатил вот тот игрок эти деньги были успешно просто удалены с этого сервака и так ребят нужно делать я думаю с каждым бизнесом я понимаю это что кайф поймать какой-то дорогой бизнес это хочется но ребят больше будет пользы для сервака если это и вправду все будет выставляться на аукцион но не все но вот самые такие бизнесы самые такие топовые дорогие которые там стоят от 5 миллиардов лучше вот реально выставлять на аукцион коммунистов сервака будет ну гораздо большей пользы чем то есть какой-то там ловер который будет там копчу за одну микро мили по персекунду да он вводит и пока еще на сервак не зашел даже чопис говорит сравнивать так ловер не мере будет доволен весь сервак потому что экономика будет лучше хоть на какую-то капельку а если слове допустим игрок то будет доволен только он потому что он словил и все как бы у него все хорошо и вот более ничего не волнует ну я думаю вы мою мысль поняли касаемо ребята вот еще такого бизнеса как аукцион контейнер аукцион контейнеров городе сан-фейерро уже почти 2 года существования данных контейнеров экономи что есть ну как бы очень сильно за эти два года изменилась и при подпортил резина данных контейнеров осталась одной и той же чтобы ребята я бы даже не зон что контейнере кирилл его повысил бы начальную цену данных контейнеров по причине пока не работает сейчас они как бы ну приобрели ка-ка и актуальности причине того то что Сюда вот потом добавляли различные транспортные средства Различные вот люкс-автомобили Каждый, ребята, вот контейнер Я бы просто бы взял бы, как минимум поднял бы Как бы в два раза Просто, ребят, чтобы вы понимали, люди приходят Каждый день выбивают здесь топовые тачки люкс-класса И эти люкс-машины, они, то есть, вообще ничего не стоят Потому что контейнеры очень дешевые Выбивать их на изи И на автобазаре все вот эти вот новые Там, Тойоты, Камри, все какие-то И что еще? И какие еще? И это, я считаю, то есть, как бы ненормально Я, то есть, как бы говорю, я бы увеличил То есть, говорю, то есть, там что-то делают Данное, то есть, ребята, действие Вот именно вот увеличение цены на контейнеры За собой побудит увеличение Роста всех автомобилей Сделает их более редкими Ну вот что происходит сейчас, люди вот Ну, Реваз-то умный чел, только коммунист А потом просто не могут продать, потому что Ну, коммунисты, бля Этих тачек очень много, потому что контейнеры очень дешевые И все их вот как бы Отбирать надо, Реваз Отбирать надо реально через форум продавать нам этим мажором Если вот, ребята, данный ролик вот реально Соберет какую-то активность То есть, я это увижу Если этот ролик соберет активность То реакции на Реваза будет еще больше, чуваки Ставьте лайки Я пойму то, что для вас вот это вот все важно Я буду, ребят, дальше думать касаемо того Что было бы лучше сделать Чтобы улучшить экономику на этом проекте Ну и, помимо этого, буду стучаться до разработчиков Ну, понятно Чтобы они вот услышали как бы Да стучится интересная идея Ну, а также вот ваше Просто, ребята, если сравнить элементарно Вот экономику 19-го года на Аризоне И экономику 21-го Ну, это реально небо и земля То есть, буквально 2 года назад Те же там 100-500 миллионов Было лучше, да? Хоть какую-то цену А сейчас не имеют, да? Сейчас это просто полная капитация Ну, просто ужас, реально Ну, давай, давай А, Гилберт, ну давай И что там? Блядь, вот мажори А вот почему у меня на Фениксе нету денег? Дайте мне денег на Фениксе Мы наформили около 300 миллионов И мы на эти деньги вообще не можем ничего купить Потому что люди продают бизнесы и дома По таким, блин, ценам Как будто серваку уже, не знаю, там где-то больше года Как будто экономика там уже просто убитая И т.д. и т.п. Хотя серваку буквально 2 недели И толку... Ну, все навариться хотят, вот, блядь А коммунисты хотят нормально сделать, вот я же говорил Ну, цены, по которым там все продают И дома, и бизнесы Аксессуары Реваза к власти, вот он все сделает Как будто реально серваку уже целый год И вот это вот, ребята, ну реально, как бы, ненормально Это нужно... Да это плохо, реально Обязательно, ребята, ставьте лайк этому видеоролику Вот лайк, да и реально, ребят И все будет, все будет Вам, ребята, большое спасибо На Реваза будет больше реакций Жду, ребята, ваших комментариев Я тоже От 4 слов Все, ребят Аризона РП Феникс Айпи в описании Все в описании Давайте туда Субтитры сделал DimaTorzok